МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В программе «Время» о самых заметных событиях этого дня. Спросы и продолжения. Чем поддержать людей в условиях инфляционной волны? Что с запасами товаров и рабочими местами? Президентское совещание по экономике. Теперь они хотят домой. Сдавшиеся британские наемники просят Бориса Джонсона надавить на Зеленского ради их обмена на схваченного Киевом Виктора Медведчука. Ракеты вышли. Наши эскандеры уничтожили командный пункт, технику и склады с оружием украинских силовиков. Подробности и видео высокоточных ударов. Жизнь и судьба не стала Вячеслава Трубникова, десятки лет отдавшего разведке. Какой бывает эта служба на слове «времен»? Мы откроем вам неизвестные ранее страницы. Искусство держать строит 33 пеших расчета, свыше 100 боевых машин, 77 самолетов и вертолетов. Тренировка парада в честь Дня Победы. Что нового увидим? Неделя началась с цифр, определяющих уровень и качество жизни. Инфляционная волна, которую чувствует каждый семейный бюджет. Так назвал нынешнюю ситуацию с ценами Владимир Путин на совещании по экономике. Чем поддержат людей, каков запас прочности экономики в целом? Наталья Юрьева следила за трансляцией. По словам президента, все принимаемые меры по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работают эффективно. Наглядный пример – поведение рубля на Музбирже по отношению к доллару. В момент принятия ограничений он подскакивал вверх. Но благодаря защитным действиям сейчас значение российской валюты укрепилось на уровне февраля до начала специальной военной операции. Главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, провоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического близкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработица, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется. Курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом. По итогам первого квартала даже зафиксирован исторический максимум. Российский экспорт превысил импорт на 58 миллиардов долларов. Кто государство отметил, в банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта. Растут объемы вкладов граждан. Стабилизировалась ситуация и на потребительских рынках. После недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговой сети восстанавливаются. При этом отмечу, что мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному искусственному регулированию рынка. А вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих эффективных решений. Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах. Отдельно Владимир Путин остановился на теме инфляции. Сейчас она стабилизируется, но вместе с тем, мы с вами это хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли на 9,4%. А в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка. Мы знаем об этом очень хорошо всё. Это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своём семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены. И нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной. В этой связи напомню об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство. Запас прочности у российской экономики, по словам президента, есть. И об этом в первую очередь говорит профицит бюджетной системы. Больше триллиона рублей на федеральном уровне и около 900 миллиардов на региональном. В закрытой части совещания обсудили в том числе и предложения правительства и Центробанка по распоряжению этими средствами. По итогам первого квартала текущего года зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы. Здесь нужны дополнительные решения. И реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходима экономике. Конечно, нужно быть аккуратным. Я понимаю. Но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне. Также президент распорядился ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран надежных деловых партнеров России. Наталья Юрьева, Екатерина Яровенко и Сергей Романов. Первый канал. Об устойчивости российской банковской системы, которая успешно противостоит санкциям, говорилось сегодня в Госдуме Эльвира Набиулина. Главе Центробанка уже в этот четверг предстоит выступить с ежегодным отчетом перед депутатами. Один из вопросов, волнующих всех без исключения. Что планирует делать регулятор, чтобы справиться с инфляцией? Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонент сложнее, дороже. И это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам надо обязательно пройти этот период адаптации. Но при этом инфляция, мы понимаем, не должна стать неконтролируемой. Той инфляцией, которая обесценивает сбережения, доходы людей. Поэтому мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные, обозримые сроки, но не слишком резко. Мы рассчитываем вернуться где-то к 4% в 2024 году. Два международных телефонных разговора сегодня у Владимира Путина. Палестинского лидера Махмуда Аббаса он проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и о переговорах между российскими и украинскими представителями. Другая большая тема. Рост напряженности на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме в последние полторы недели. Об этом же президент России говорил и с алжирским коллегой Абдель Маджидом Тибуном. Как и о координации усилий по обеспечению стабильности на глобальных рынках нефти и газа. Сегодня двое британских наемников. Они сдались в Мариуполе вместе с сотнями украинских военных. Призвали своего премьера Бориса Джонсона повлиять на Владимира Зеленского. Чтобы тот обменял их на захваченного СБУ оппозиционного политика Виктора Медведчука. Надо, мол, чтобы Джонсон, заботясь о подданных короне, надавил на Зеленского, который поступил бы правильно. Такова логика, которую уже много часов постигает Павел Пчелкин. Борис Джонсон, если вы смотрите это видео, я обращаюсь от себя лично и от имени Шона Пиннера. Если вас действительно волнуют наши с ним жизни и жизнь Виктора Медведчука, то вы поступите правильно и поможете обменять нас на Виктора, чтобы Виктор беспрепятственно вернулся к своей семье, а мы к нашим семьям, чтобы мы могли продолжить жизнь как семейные люди. Британцы Эйден Эйслин и Шон Пиннер на футане. Вместе справа дикие гуси, как называют их дома или проще наемники. Ехали на Украину немного пострелять в русских. И вскоре поняли, что увлекательного сафари, как обычно, не получилось. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо. Я понимаю, в каком положении нахожусь. Все, что я могу сказать, нас кормят и поят. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену нас на Медведчука. И тот, и другой числились штурмовиками 36-й бригады морской пехоты ВСУ. А сдались вместе с другими сотнями украинских морпехов. Ни одна армия мира в бою наемников в плен не берет. На них не распространяется Зеневская конвенция о военнопленных. Так что им, можно сказать, повезло. Теперь хватаются за соломинку. Это обращение жены Медведчука к премьер-министру Англии, Борису Джонсона. Послушай его. Уважаемый господин премьер-министр Джонсон, я Оксана Марченко, жена оппозиционного политика, члена парламента Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к вам за помощью в обмене моего супруга, незаконно задержанного киевскими властями по политическим причинам и ложным обвинениям. Именно Оксана Марченко предложила обменять ее мужа на двух этих британских наемников, находящихся в плену армии ДНР. Это случилось после того, как Киев продемонстрировал фотографии измученного руководителя партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука, который, по версии СБУ, сбежал из-под домашнего ареста и был схвачен при попытке покинуть Украину. Хотя, судя по его виду, он уже давно находится в застенках, причем его жена уверена, его пытает. Эти снимки были сделаны в начале и во время допроса. Нет никаких сомнений, что его избивали уже в первые часы после задержания. Информация об аресте Медведчука появилась буквально сразу же, после того, как в Мариуполе сдалось более тысячи украинских морских пехотинцев. И оппозиционного политика показали явно, чтобы отвлечь общественное мнение от массовой сдачи своих военных. При этом Зеленский глумливо предложил обменять Медведчука на всех сдавшихся в Мариуполе солдат. Они сдаются каждый день. Счет пленных уже идет на тысячи. Предложение обменять их на украинского же политика вызывающе хамское. Глава Украины явно не рассчитывал на согласие России. При этом киевские власти продолжают пиариться на теме Мариуполя, требуя гуманитарный коридор. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» для женщин, детей и других гражданских лиц. Ваш отказ открывать гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления. Что это? Или украинская чиновница сама спутала загнанных в цех «Азовсталь» головорезов с женщинами и детьми, или думает, что это сделают наши военные? Вот пленный британец говорит, что ждет там случайных гражданских. Он видел, их захватили как шпионов. Связали этих гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. И отвели их куда-то в бункер. После этого я их не видел. Не знаю, чем все закончилось и что с ними произошло. Учитывая наши обстоятельства, нас окружили силы противника. Могу лишь предположить, что с ними могли сделать. Кроме того, минувшим днем российская сторона специально предложила выйти всем, кто остался в «Азовстале», объявив режим тишины. Но Киев запретил сдаваться. И вот теперь пытается снять с себя ответственность. Про британских же наемников до сих пор вообще ни слова. Так что им остается лишь просить родственников повлиять на британские власти. Эйслин звонит брату. Ты общаешься с Кевином? Пусть Кевин ведет медиакомпанию, чтобы надавить на британские и украинские власти и добиться... Извини. Нужно сильнее надавить на них, чтобы они обменяли нас, меня и Шона Пиннера, на украинского политика Медведчука. А это Шон Пиннер пишет брату сообщение. Пожалуйста, передай Ларисе, что я ее очень люблю. Хочу попросить тебя связаться с депутатом от нашего округа, чтобы связаться с Борисом Джонсоном. И попросить о моем освобождении. Один вариант, как сделать это. Убедить Зеленского обменять Медведчука на нас с Сейденом. При этом наемники, разговорившись, объясняют родным и остальным британцам, что они были шокированы отношением украинских военных и нацистов из Азова к мирному населению, когда бои начались в городе. Без колебаний было решено использовать людей как живой щит. Оправдываются. В первый день, когда мы прибыли в Мариуполь, уже спрашивали о возможности уйти. Да и я сам полагал, что это было бы здравым решением, поскольку речь идет о городе и нужно оставить его ради блага мирного населения. Вместо этого администрация президента Зеленского и командование ВСУ сказали нам остаться и оборонять город, даже понимая, какими потерями среди мирного населения это обернется. Эйден Эслин хорошо осведомлен о том, что Киев 8 лет нарушал мирные договоренности и безнаказанно убивал мирных граждан в Донбассе. Он рассказывает об этом британцам не с целью политинформации, чтобы спастись. Чтобы дома поняли, что если Зеленскому плевать на свое мирное население и военных, то уж на двух потерявшихся в плену британских наемников плевать вдвойне. Вот и пытаются добиться давления со стороны Лондона на Киев. Скорее всего, зря. Хотя родственники наемников уже обратились в британский МИД. Павел Пчелкин, Далияс Ирожеддинова, Кирилл Логинов, Первый канал. И сегодня же, к слову, первый день Страстной недели стал известно о готовящейся провокации Киева. Понятно, против кого и с чьей помощью. В ночь на Пасху. Из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами. Так называемые блуждающие минометы. С задачей обстрелять православные храмы в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года. Для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник. Для проведения съемок о якобы бесчинствах русских и незамедлительного циничного раскручивания фейков, Киевом планируется привлечение большого количества репортеров западных информационных агентств. Заблаговременно предупреждаем страны цивилизованного Запада во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима. Ну и вот свежее свидетельство того, как украинские войска используют против мирных жителей кассетные боеприпасы. Факт, который не может быть скрыт уже и от западной прессы. Нью-Йорк Таймс, издание России никак не симпатизирующее, публикует статью о том, как ВСУ обстреляли село Гусаровку. Это под Изюмом. Среди привычных уже обвинений в наш адрес констатация, что реактивный снаряд, упавший среди жилых домов и чудом никого не убивший, выпустили с украинской стороны. Похоже, наконец-то догадались спросить местных жителей, откуда стреляли. Кадры от нашего Минобороны. Это на задание выходит комплекс «Искандер». Цели разведаны заранее и подтверждены снова. Украинские военные объекты, командный пункт, вооружение и военная техника. Ракета стартует. И после короткое сообщение. Высокоточным ударом объекты ВСУ поражены. Час назад представитель оборонного ведомства Игорь Коношенков дополнил сводку. Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившаяся в нем крупная партия иностранного вооружения, поступившая за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран. Кроме того, в районе населенного пункта Васильков в Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены 16 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два опорных пункта подразделения украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасное, Барвенково и Красный Лиман. Ранее сегодня Минобороны России впервые опубликовала поименные списки потерь украинских военных. В телеграм-каналах ведомства все подробно. Фамилии, даты рождения, обстоятельства ранения или гибели, места захоронения. В первом списке 386 солдат и офицеров ВСУ, в том числе 124 погибших. Всего же Минобороны оценивает безвозвратные потери Киева в 23 367 человек. И кроме того, есть сведения о большом количестве украинских силовиков, которые были ранены, пропали без вести или же дезертировали. Ну и вернемся к Мариуполю, где двоим британским наемникам понадобилось попасть в плен вместе с украинскими военными, чтобы начать осознавать, по чьим командованию они были и в какой роли. По боевикам, которые хватаются за завод Азов-Азовсталь, до сих пор ведет огонь артиллерия. Евгений Лямин с позиции. Самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Здесь их батарея наносит удар по заводу Азовсталь. Вчера боевикам, которые там находятся, было предложено сдаться, они отказались и сегодня наступление продолжается. Калибр 122 мм корректируют огонь, штурмовые отряды и разведка. Беспилотники выявляют огневые точки боевиков на заводе и скопления живой силы, после чего наносится удар. Снаряды разные, в основном осколочно-фугасные, но естественно нам дают указания, цели, поправки на них. Ведем огонь по противнику, который засел очень крепко, как говорят. Но мы все равно их выкурим. Как боевой дух вообще? Все вот так. Настроение позитивное. Надо идти до конца, если начали. Нужно все заканчивать. Не бросать на полпути это все. Вчера, начиная с 6 утра, самоходные установки молчали, говорят артиллеристы. Соблюдался режим тишины. Вооруженным формированием на заводе «Азовсталь» давали возможность выйти. Те не отреагировали. Но шанс сдаться есть всегда. Помимо боевых снарядов, сегодня снова артиллеристы загружают в установку вот такие красные снаряды внутри листовки. Взрыватель сдетонирует в воздухе над заданным квадратом. Огонь с поправкой на ветер, чтобы листы оказались на территории предприятия. К третьему левее 010, левее 010 навести один агитационный зарядить. Листовка содержит призыв к военнослужащим, к их солдатам и офицерам, сложить оружие. Их информирует о том, что более тысячи их товарищей уже сложили их оружие, находятся в полной безопасности в приемлемых бытовых условиях. На обратной стороне листовки находится подробная инструкция, выполняя действия которых украинские военнослужащие а также националисты смогут сохранить свою жизнь. Боевиков полностью вытеснили из жилых кварталов. Блокировали на заводе «Азовсталь». Они пытаются сбегать по одному или небольшими группами. Блокируются все пути отхода. Причем не только на суше. Со стороны «Азовстали» есть свой разгрузочный, погрузочный причал, откуда прокат, листы металла поставляли сюда для дальнейшего вывоза за границу. Там, не исключая возможности, что стоят какие-то малые катера, которые могут послужить средством вывоза личного состава «Азова» и морских пехотинцев, которые там еще остались. Не исключено, что у боевиков есть такие небольшие скоростные катера. Подобные, к слову, использовали пограничники ВСУ, когда контролировали порт. «Катера» стояли за нами, прятались. «А как тирать что-то катера?» «Военные, они на них. И туда ездили мины, чтобы утопить, ну, в общем, пароход тут, которым они перекрыли те ворота. На этих, и еще там, по каким-то своим военным делам мы не спрашивали, нам ничего не говорили». «А здесь парковались почему?» «Ну, потому что тут мы. За нами удобно прятаться было». Эти катера стоят возле болгарского судна «Царевна». На сегодняшний день экипажи всех судов эвакуированы с «Царевны» лишь частично. Остались пять человек во главе с капитаном. Уезжать категорически отказываются. Евгений Рябин, Игорь Крисков, Дмитрий Ключеряевец, Татьяна Бакулина, Первый канал, Донецкая Народная Республика. 64-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России отныне именуется «Гвардейской». В указе, который подписал Владимир Путин, говорится о храбрости, самоотверженности ее состава в ходе специальной военной операции. А вот еще наши защитники и их имена. Сержант Евгений Комаров, старший водитель, попал под обстрел на своем грузовике, полном снарядов. Несмотря на множественные осколочные ранения, вывел машину в безопасную зону. Наши вовремя получили боеприпасы и продолжили наступление. Благодаря решительным действиям старшего лейтенанта Вадима Гаврикова и его танковой роты не только освобожден от бандформирования, один из населенных пунктов, но и уничтожены мощные огневые точки противника. А расчет гаубичного артиллерийского взвода сержанта Николая Михайлова обнаружил и поразил позицию врага, вооруженного противотанковыми управляемыми ракетами, гранатометами и стрелковым оружием. На освобожденных территориях люди остро нуждаются в самых простых продуктах – одежде, лекарствах, средствах гигиены. Помогает вся Россия. Только в Подмосковье за последние дни собрали несколько сотен тонн. Глядите, да, в гараж. В этом гараже тоже не понять, что. Тут тоже крыши нет. В квартире все капает, все течет, в крыше все сливается. И вы решили отсюда уехать, да? Ну, конечно, а что ж тут жить? Вы ж видите, что творится. На окраине Ясиноватой почти нет людей. Из-за постоянных обстрелов на этой улице Александр сейчас едва ли не единственный постоянный житель. Ну, вообще, как здесь? Нормально. Нормально. Вот это вот нормально? Это понятно, что ненормально. В дом танковый снаряд попал, отстроил его по новой. Все разбежались, дети, внуки, один я тут живу. В городе давно уже нет воды. Магазины и аптеки работают с перебоями. Обстановка ужасная. Вы стоите, слышите? День и ночь, день и ночь. Многие уехали, но оставшиеся рады любой помощи. Нет, нужны антихистаминные препараты. Мама, у меня бракинальная астма. Вот такие препараты нужны. От давления в основном спрашивают. Аллергии против аллергии. Что-то каких-то специализированных препаратов. Непосредственно, вот, метформины здесь у нас есть. Это, соответственно, сахарный диабет у кого у людей. К грузовику мгновенно выстраиваются десятки людей. Кроме медикаментов, волонтеры привезли весеноватую продукту. Вот такие наборы сейчас раздают жителям. В них крупы, консервы, подсолнечное масло, средства личной гигиены и, конечно, сладости для детей. Все, все тебе? А с братиками надо поделиться? Да. Боже, сколько радости. Эту партию помощи полностью собирали жители Подмосковья, в том числе школьники. Мы с мамой решили помочь, собрали мои игрушки, чтобы передать им, чтобы поднять их настроение, чтобы они хоть чуть-чуть отвлеклись. Донецких сверстников они поддержали еще и рисунками. Видно, дети нарисовали. Страшно. Ребенок трусится, поим его глицином. Врач посоветовал, потому что боится каждого взрыва. Это пока не стреляет. Сейчас, если стрельнут, то сразу боится. Дело в том, что он разбирается, когда отсюда летит, когда сюда летит. Дети уже понимают. У Ольги Петровны как раз в Подмосковье уехали дети. Женщина считает, что это помощь в том числе и от них. Ой, мои деточки. Лена, Таня, дочечка. Мне лекарства дали много. Спасибо. Из Подмосковья в республике Донбасс это не первый и, конечно, не последний гуманитарный груз. Мы объединились ради того, чтобы помочь жителям Донецка, Луганска, ДНР, ЛНР, городов, которые расположены уже дальше. Вы знаете, что там и взрослым, и детям нужна особая помощь. Это и вода, и медикаменты, гигиена, продукты. Все это наши дети, наши школьники. А их у нас миллион человек, почти миллион человек. Вместе с родителями все эти дни собирали. За несколько дней мы собрали 350 тонн. Это приличный объем. Самое главное, что каждое из этих килограммов и граммов то, что требуется там, на территории. А здесь сейчас нужно буквально все. Масло, конфеты, крупа, тушенка. Огромное спасибо всем за помощь. Даже самые простые продукты, что называется, на вес золота. А что самое необходимое сейчас? Вся еда. Еще детские памперсы дали. Нема памперсы. Вот это единственное. Очередной гуманитарный конвой из России сегодня прибыл и в Луганскую Народную Республику. А близ Мариуполя российские военные запустили мобильную пекарню. Жителям города сегодня впервые за долгое время привезли горячий хлеб. Одни очередь за хлебом. Дмитрий Толмачев, Юрий Шолмов, Андрей Морозов, Наталья Ваштакова, Станислав Оплетин. Первый канал. Донбасс. В России планируется создать систему оптовых продовольственных рынков. Как сообщил сегодня Михаил Мишустин на совещании со своими замами, концепция уже утверждена правительством. Сельхозпроизводители смогут напрямую реализовать продукцию в крупных городах. Помимо оптовой на рынках будет вестись и розничная торговля. И еще одна тема. Государственные услуги. К концу следующего года их полностью приведут в электронный формат. Сейчас не все государственные услуги оказываются в электронном виде. Например, для получения полиса обязательного медицинского страхования человек должен лично обратиться в страховую компанию или многофункциональный центр. Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и представляться проактивно. Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту временные и финансовые затраты для людей. А также значительно сократить сроки предоставления услуг. При этом граждане и дальше смогут в случае необходимости очно оформить и получить нужную справку или выписку на бумаге в многофункциональных центрах либо в ведомствах. Сегодня московский футбольный клуб «Спартак» отмечает вековой юбилей. 100 лет и 22 чемпионских титула, 13 кубков страны, 3 полуфинала Еврокубков и множество рекордов. А какие имена? Никита Симонян, Федор Черенков, Игорь Нетто, Ренат Досаев и фирменный стиль игры «Спартаковские кружева». Поздравляя самый титулованный и самый народный российский клуб, президент Владимир Путин отметил, достижение «Спартака» – национальное достояние и гордость страны. Того же мнения и миллионы болельщиков красно-белых. Среди тех, для кого «Спартак» больше, чем клуб, и глава российского МИД Сергей Лавров. В первый период 50-х годов, четыре первенства, два кубка и самое главное, 10 «Спартаковцев» были олимпийскими чемпионами Мельбурна в 1956 году. В то время «Спартак» и другие наши команды советские не участвовали в Еврокубках, но в товарищеских матчах «Спартак» показывал, что он был бы очень достойным соперником, если бы в тех турнирах было разрешено нашим командам играть. Ну и потом золотая пора, когда Константин Иванович Бесков передавал команду Олегу Ивановичу Романцеву. В 90-е годы «Спартак» гремел, стал чемпионом последнего первенства Советского Союза, плюс еще в 98-е раз выигрывал чемпионат, практически никому и не позволял подниматься на высшую ступень пьедестала. По-моему, четыре раза кубок выигрывал, доходил, тогда уже в Еврокубках наши команды играли, в кубок обладателей кубков один раз в полуфинал вышел и в полуфинал кубка УЕФА. Ну и с тех пор вот золотая пора никак опять не вернется, но мы никогда не теряем надежды и веры. В Подмосковном Алабине сегодня состоялась репетиция парада ко Дню Победы. 11 тысяч военнослужащих в пеших колонах, 384 шага по полигону, ровно столько же будет и на Красной площади. Механизированная часть, как и все последние годы, открывает легендарный танк времен Великой Отечественной Т-34. За ним современные Т-90 и передовые арматы. Надежная защита от угроз с воздуха, зенитные ракетные комплексы С-400 и БУК. А еще ТОР и Панцет-С, конечно, мобильные установки межконтинентальных баллистических ракет ЯРС. Их характеристики не раскрываются, но посмотреть на них можно. А в воздушной части новейшие многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Малозаметные и сверхманевренные. А еще крупнейший в мире сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160. Всего 77 самолетов и вертолетов по количеству лет со дня Великой Победы. И вот тут позвольте пофантазировать. Две встречно перевернутые семерки образуют букву «З». Один из символов специальной военной операции по защите Донбасса. И он тоже будет в небе 9 мая. Как и сегодня. Анастасия Кобазева расскажет больше. Винтокрылые машины друг за другом выстраиваются на взлетном поле аэродрома «Клин». Это одна из точек, откуда будут вылетать вертолеты в День Победы. Возглавляет воздушную колонну крупнейший в мире транспортник Ми-26. В небе гигант заметно выделяется среди своих собратьев. Ми-26 способен перевозить грузы массой до 20 тонн. Аналогов ему в мире просто нет. 9 мая транспортник будут сопровождать ударные вертолеты Ми-24. За считанные секунды пролетаем полигон Алабина. Площадка по размерам точь-точь совпадает с Красной площадью. Держать вертолеты тяжеловеса на одном уровне – настоящее искусство. И такую работу доверяют только асам. Сложность данной смены именно сегодня, в летный день, – это ветровая болтанка и термическая болтанка. Это прогрев, когда идет солнышко, и начинает немножко кидать в разные стороны нас. Вот сложность заключается в том, что нужно удержать эту машину на одной высоте, на одной скорости. Следом пролетают группы вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-8, Ми-24. И вот в небе появляется «Белый лебедь». Так за мощь и грацию называют стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160. Это самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. А вот новинка этого года. Впервые 8 истребителей составят в небе букву «З» – символ военной специальной операции по защите Донбасса. К вылету готовятся и легендарные пилотажные группы в подмосковной Кубинке. У этих парней все движения просчитаны до секунды, а каждый маневр отработан до мелочей. Русские «Витязи» и «Стрижи» закрывают авиачасть парада. Традиционно увидим фирменную «девятку» – кубинский «Бриллиант». В этом году над Красной площадью пролетят 15 вертолетов и 62 самолета. Всего 77 воздушных судов. То есть по числу победных лет. Стать частью главного праздника страны для каждого пилота – особая гордость. Многие с собой возьмут портреты своих дедов и прадедов. У меня прадед. Один пропал без вести в 1942 году. Где-то под Питером, я так понял, там где-то они погибли. А другой был танкистом. Он живой пришел, без ранений, без всего. Ну, с наградами. Так что вот так. Есть чем гордиться. А еще это большая ответственность. Все как в первый раз, даже если это уже 14-й парад, как у подполковника Дмитрия Миняйла. Для каждого летчика я считаю честь. Нет двух одинаковых парадов. Всегда все по-разному. В основном, конечно, из-за погоды, из-за состава группы. Особенно у нас в этот раз много молодых. Первый раз, которые летят, они волнуются. Мы их успокаиваем. То есть все хорошо. Несмотря на волнение, первая сводная репетиция парада прошла на отлично. И все же нет предела совершенству. Впереди многочасовые тренировки. Ближайшие уже в эту среду. Анастасия Кобозева, Алексей Белов, Иван Струков, Дмитрий Белов. Первый канал. Печальная новость не стала Леонида Хейфица. В 87 лет было режиссеру, который умел найти новые грани в классических пьесах. И который сделал театр ближе к телевидению. И наставнику. А это ведь совершенно отдельное искусство, требующее энергии, как минимум, не меньше, чем сама сцена. Минский тюз до войны показывали «Снежную королеву». Я, будучи совсем маленьким мальчиком, находясь на этом спектакле, впервые, видимо, был очень сильно взволнован, потому что заплакал. Когда там на сцену выходили какие-то люди, говорили «СНИП», «СНАП», «СНУРа», я почему-то очень испугался. Детское потрясение в итоге на всю жизнь превратилось в любовь к театру. Даже участие в механическом факультете Минского политехнического института, казалось бы, что может быть дальше от театрального мира, Леонид Хейфиц все свободное время проводит в драмкружке. Получается. Я начинал рассказывать какие-то кусочки из спектакля, смотрю, все смеются. Один раз, второй раз, третий, все начинают смеяться, ржать, грубо говоря. И я как-то становлюсь в некотором смысле таким, ну, центром внимания. Отработав два года на машиностроительном заводе, молодой инженер понял – не его это. И решается круто изменить судьбу, пойти к мечте. Подает документы в ГИТИС. Я поехал поступать без всякой надежды. Взял, значит, отпуск за свой счет на 10 дней. И вот самое невероятное, что я поступил на режиссерский факультет. После выпуска его сразу приглашают в Центральный академический театр Советской Армии на пост режиссера. Потом будет Малый театр, театр имени Маяковского. Он поставит десятки блестящих спектаклей. «Дядя Ваня», «Король Лир», «Мой бедный Марат», конечно же, Павел Первый с Олегом Борисовым в главной роли и «Вишневый сад» с Накентием Смутуновским. Найти лишний билетик на спектакль Хейфетса практически невозможно. Поэтому решение сделать телеспектакль выглядит логичным. «Мой нежный, мой прекрасный сад, моя жизнь». Русскую классику Хейфетс показал и за границей. Зрители аплодировали «Вишневому саду» в Польше и Франции, Турции, Болгарии. Режиссер говорил, что эта пьеса для него не имеет границ и ставить ее можно бесконечно. Поверьте, я проживаю жизнь и так же, как меняется жизнь, каждый раз Новый Чехов. Его трактовки классических произведений всегда отличались. Одна из самых романтических пьес 20 века «Пигмалион» Бернарда Шоу для режиссера была вовсе не о любви. Вместо традиционного сюжета о Золушке, цветочнице Элизы, превращенной в леди, он показал зрителям другую, волевую Элизу. Ту, которая сама способна выбрать свою судьбу. В 1972-м Хейфетс работает над телеспектаклем «Обрыв» по Ивану Гончарову. Роль Марфиньки исполняет Наталья Гундарева. Творческий союз на несколько лет становится семейным. Я романы люблю. Которые кончаются свадьбой. Он много преподавал актерам в Щепке, режиссерам в Щуке, а еще в ГИТИСе. Хейфетс говорил, что уходит из театра с искрой надежды. Сегодня же из жизни ушел Вячеслав Трубников, разведчик и дипломат. В первую профессию он пришел сразу после института. Две командировки в Индию, по шесть лет каждая. В 40 лет резидент, в 52 глава службы внешней разведки России. А в 60 он снова в Индии, уже как посол. Вот так. Трубников знал страну, знал людей в ней. Но и они были в курсе его биографии. Посольская должность, знак признания и Москвы, и Нью-Дели, того факта, что этот человек действительно понимал азиатскую державу. И наши интересы в ней. Герою России, генералу армии Вячеславу Трубникову, было 77 лет. Начальник разведки. О них мы, как правило, узнаем больше и уже значительно потом. Сегодня само время написало предисловие к тому потом, которое мы приоткроем для вас сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова